привет всем сегодня поговорим про второй тип который я начинала в прошлом видео существует четыре основных архетипа хозяйка мама любовница королева принцесса и все такое сегодня вот второй тип хорошая девочка что такое хорошая девочка которая все делает для родителей и девиз ее а мама разрешила очень распространенный типаж женщин застрявших в родительских отношениях в позиции бич в общем постсоветской эпохи очки скрипочка распахнутые глазенки в совершенная неподготовленность к этому миру и в общем такая девочка прекрасно воспитана она точно знает что хорошо что плохо она решительная целеустремленная активная любит поработать над собой она знает что нет предела совершенству может сидеть читать заниматься музыкой не общаться не быть во дворе и когда все дети гуляют но в общем вы поняли и все время стремиться к чему-то принципе ничего плохого нет но совершенно неподготовленность к реалии этой жизни на лицо у нее много вопросов ну например к своему телу мы же говорим о женщине о женственности и она над ним тоже работает выглядит ухоженной аккуратной придерживается моды дресс-кода все по правилам все по полочкам не любит привлекать лишнего внимания своей индивидуальностью подка на пах на похвалу то есть любит пах похвалу ком любит комплименты зарабатывает эти комплименты готова на все для нее очень важно одобрение других людей со стороны то есть она зависит от мнения других и тем более зависит от мнения партнера от мужчины то есть в качестве жертвы она абсолютно подходящий вариант подсознательной особенно в том что касается ее внешнего вида и поведения контакт с телом со своим телом ниже среднего и с возрастом становится все меньше меньше даже если она выглядит привлекательно она все равно не довольна собой именно в этом типаже управление ума достигает своего апогея то есть все в голове находится в отношениях готова брать на себя и домашние хлопоты и заработок и тащится на себе как лошадь в общем в разных пропорциях у каждого все свое не боится трудностей готова их преодолевать она хороший друг хороший партнер ну а себе то она забывает как женщина в сексе довольно зажата хотя бывают исключение конечно из правил сильно зависит от партнера и его поведение по отношению к ней часто находится в режиме ожидания она не живет она что-то все время ждет от других людей и редко-редко чего-то просит это также нехорошо ее научила мама что попрошайничать нехорошо нужно быть самостоятельной все на себе тащить и себя себе забывать и все в общем жертвоприношение какое-то и поскольку сама делает много для других то и в ответ в принципе ожидает того же но часто бывает так что ничего не получает потому что соответственно постепенно накапливает обиды и претензии неудовлетворение вот это зажатость и как я говорю ручеек который завален старыми листьями и забит легко управляемо из-за своей правильности и чувство вины вот это чувство вины ей мешает высказать свои обиды мужчина же обидится он же мужчина так она думает в материнстве пытается быть хорошей мамой дать все возможное своим деткам порой забывая о себе и запущенных случаях принося себя в жертву а потом в конце жизни все это выливается в негатив ну вот теперь в общем думайте сами как не стать жертвой очень очень распространенный тип женский очень в общем очень тяжело с ним работать с собой в себе это все выкорчевывать в нас есть все четыре типа к в каждой женщине просто один от обычно какой-то один из них доминирует из этих архетипов но в общем есть все и не остальные в спящем состоянии находятся приведу примеры кинодив вот эти все мамочки хорошие девочки это анжелина джоли виктория бекхен миранда из секса в большом городе а дальше уже вы сами представляете теперь что делать чтобы выйти из этого архетипа ну то есть все же нужно в балансе чтобы было для начала увидеть свое внутреннее разделение что голова с телом живут по отдельности ум говорит одно тело хочет другое а внешняя картинка благополучной жизни почему-то не приносит удовлетворение и счастья далее следует осознать ту тяжесть которую вы взвалили на свои хрупкие плечики и задаться вопросами нужна ли мне эта тяжесть а если нужна то зачем чью позицию вы держите чью задачу вы выполняете по жизни может быть это не совсем не ваша родительская какая-то установка тянуть все на себе и стоит ли оно того чтобы тащить ее на себе если другие варианты вы их рассматриваете или чувствуете себя опять же виноваты посмотреть куда когда эта тяжесть появилась все проконтролировать для этого нужно время и уделяйте его себе ну вот утром проснулась подумала про помедитировала задавала себе вопросы не беги ты сразу как лошадь 10 минут удели себе своему внутреннему миру вот именно вот этот процесс утренний он дает заряд на весь день и принять решение что делать не дальше например решиться снять этот груз вернуться туда откуда он взялся в отправную точку если трудно сделать самой ну воспользуйтесь помощью книжек по покопайтесь в этом вопросе верните свое внимание в ощущение тела и контакт с собой внутренне с внутренним ребенком спросите себя где же во мне во всем этом я мое я сегодняшнее ну в общем с этого вопроса и все и начинается я думаю на сегодня хватит и следующий раз продолжим девочки спасибо вам ставьте лайки как всегда мне будет приятно пишите